Мы обошли совместно с региональным оператором и со строительным контролем дом, нашли четыре вида замечаний. Написали акт о приостановке работ. Мы работы приостановили ориентировочно на неделю, пока не устранили данные замечания. Данные замечания пока не устранили. Были определенные участки. В одном месте там был вопрос по велотерму. Мы неправильно рабочие на него наложили. Это было одно из замечаний. Второе замечание по поводу вашей любимой вопроса. Это аксават, который отсутствовал согласование. И два мелких вопроса, которые мы устранили, показали. И после этого составили акт о дальнейшем возобновлении работы. И все, в принципе. Дальше начали работать. Как минимум 20-30 нарушений, а у вас всего четыре незначительных. Какие 20-30 замечаний? Подождите, вы поднимались на эту крышу. Вы поднимались и не просто не давали работы. 21 июня 2023 года должно было начаться заочное голосование на 47-м доме. Однако, до сегодняшнего дня, не знаю, как сегодня, но до пятницы точно, люди, которые приходили в офис ЖЭУ, им протоколы не выдавали. При этом у нас есть показания бабушек, которым по домам ходили, что-то там на уши вешали и они подписывали. Вопрос. Почему заочное голосование не шло с того периода, который вы пообещали на видео с 21 июня? Отвечаю на ваш вопрос. Так. Заочное голосование проводится в определенный период. С какого периода на 47-м доме? И никто ничего еще не нарушил. С какого периода шло голосование на 47-м доме? Я сейчас не боюсь ошибиться. На видео вы четко сказали. Друзья, до свидания. Завтра придете и начнется голосование. На видео это есть. Смотрите, я один вопрос хочу сказать всем собственникам, кто здесь присутствует. Вот данная кампания, которая сегодня здесь проходит, она нацелена на то, чтобы вас частично ввести в заблуждение. Первый момент. Какой? Первый. Давайте так. Если вы будете меня перебивать, не тогда, можно я в никому? Зачем вы начали утеплять этот дом? Все понятно. Ответ. У нас кто-нибудь замерзлый, от полвека здесь живу. Коп-на-дорожку зиму. На Шуминской 10 нет ни теплорасчетов, ни энергоаудитов. До сих пор не получено ни смета, ни проект с жителями по официальным запросам. Дом сделан в сентябре этого года. До сих пор документов никто не видел. На каком основании они сделаны, какая стоимость ремонта, никто не знает. Говорите цифры. Говорите цифры. Значит, на конкретных домах законтрактованные работы, они будут выполняться недороже. Цифры. 47-й дом. Сумма. Если кончили, вы будете говорить. Сумма. На конкретных домах, где есть контракты, собственники платят только те суммы, которые указаны в... Конечная стоимость утепления фасадов. 47-й дом. Поехали по списку. Конечная стоимость, та, которая указана в контракте. Какая? Господи, у нас написано... Нет. Никто не знает. Дальше. 48-й дом. Данные по договору. Плюс максимум 15%. На сегодняшний день. Никаких дополнительных плат не смогу сыматься не будет. Никто. Никто не может дать ответ по сумме. Вы понимаете, что это ненормально? У них уже идут заочные голосования. Их приглашают голосовать, а они сумму не знают. Вы когда переносили сроки капремонта фасадов с 36-го года, вы почему тогда трубы не перенесли им? Сделали бы им трубы? Люди бы вам в ножки упали бы. Вы ходили люди, чуть ли не с транспарантами, обращались в общероссийский народный фронт президента. Остановите работы. Нам это не надо. Остановите. Между тем, вы уклеили, заклеили и приходите опять к этим людям. Вы что, не ожидали, что будет такая реакция, что ли? Подождите. Все, кто был против, с ними никто не спорил. Тогда мату утеплили, они стоят. Вы испортили. Те, кто не хотели, им не утепляли. Мы тоже не хотели. Мы хотели утеплять. У нас приглашали, когда на собрание были вывешены объявления на подъездные двери. И вот эти объявления были удалены работниками, которые ремонтируют наш дом. Утепляют, можно сказать. Вот. Тогда, значит, мы что сделали? Повесили объявление в подъезде, чтобы жильцы читали. И там тоже было удалено. Буквально только провисело объявление несколько часов. Потом оно тоже исчезло. Что сделать? Мы считаем, что это собрание. Вообще, в принципе, нельзя в нем участвовать, потому что оно нелегитимно. И проводится только для того, чтобы узаконить вот это повышение многократной цены и избежать уголовной ответственности. Вы еще скажите, что это не так. Проголосуйте против. Нет, оно нелегитимно. За что мы будем голосовать? Они уже голосовали год назад за 10 миллионов. Вот сделайте им покраску за 10 миллионов и отстаньте от людей. Да! Если люди проголосуют за это... Заявление в Следственный комитет Бастрыкину Александру Ивановичу от собственников многоквартирных домов Челябинска в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам нарушений при утеплении фасадов многоквартирных домов Челябинска. Считаем необходимым, первое, провести всестороннюю проверку документов общих собраний собственников, проведенных в 2022 году по вопросу ремонта фасадов без утепления, в том числе соответствие предельной стоимости утвержденной собственниками предельной стоимости работ, указанной в протоколах общих собраний. Второе. Организовать государственную экспертизу проектно-сметной документации работ по утеплению фасадов многоквартирных домов, в том числе и теплотехнических расчетов на достоверность и соответствие действительности используемых данных о характеристиках ограждающих конструкций стен. Третье. Признать голосование, организованное УКП ЖРЭО при участии директора регионального оператора капитального ремонта Челябинской области в июле 2023 года по вопросам утепления фасадов и ремонту крыш незаконными, нарушающими права собственников и законодательства Российской Федерации. В частности, нарушена статья 45 ЖК РФ. Организация общих собраний вопроса утепления фасадов подтверждает отсутствие законных оснований на проведение работ по утеплению. Директор регионального оператора Тихоненко принимает активное участие в проводимом сборе подписей собственников за утепление фасада, не останавливая сами работы по утеплению, что, по сути, превращает сбор подписей в голосование без выбора. Ведь на момент окончания сбора подписей дома уже будут утеплены, и принятые собственниками решения ни на что не повлияют. Четвертое. Все указанные факты нарушений просим приобщить к материалам уголовного дела, возбужденного 30 марта. Происходят все эти нарушения на глазах у Следственного комитета, который расследует уголовное дело по статье «Хищение в особо крупном размере». Не может принять мер для прекращения незаконных действий, проводимых совместно с рекоператором УКП ЖРУ Курчатского района и ИМЭКСа. Субтитры создавал DimaTorzok